МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу события в студии Евгения Долгих. Здравствуйте! Сегодня в России начался новый учебный год. Самарские школы встретили 11,5 тысяч первоклассников. О том, как прошел День знаний в областной столице, в нашем большом обзоре. Гимназия, гимназия, ты наш надежный дом. Для кого-то последний, а для кого-то первый и такой долгожданный звонок. На линейку, посвященную Дню знаний, во дворе третьей гимназии собрались около тысячи человек. Особое внимание тем, кто только делает первые шаги по дороге знаний. Доброго пути первоклассникам пожелал глава Самары Дмитрий Азаров. Конечно же, я хочу вас тоже, дорогие малыши, поприветствовать и выразить надежду, что школа станет для вас настоящим вторым домом, и вы будете прилежно учиться, брать пример со своих старших товарищей и, конечно, с благодарностью и с уважением относиться к вашим учителям. Уже более ста лет в стенах третьей гимназии юные самарцы грызут гранит науки. Сегодня здесь получают знания порядка 600 учеников. В третьей гимназии ребят учат не только азам-лингвистики и естественных наук, но и помогают развивать личностные качества и адаптироваться к современной жизни. Творческие начинания поощряют. В День знаний гимназисты устроили настоящий концерт. Силюшки и наташки, теперь мы первоклассникам. Учиться здесь одно удовольствие, говорят ребята. В первый класс приходят с радостью, выпускаются из гимназии с легкой грустью. Сегодня просто вся на эмоциях, даже заснуть не могла. Последнее первое сентября, последний раз в школу на линейку пришла. Как бы просто переполняют, правда, эмоции. Всех увидела одноклассников, любимых, просто так по всем соскучилась. Алина Чемеря с Артем Сулайманов. События. Форма новая висит, ярко пуговка блестит. И блестят ботиночки ни одной плиночки. В первый класс как на праздник. Белые банты, костюмчик с иголочки и, конечно же, цветы. Для этих малышей все впервые. Первые учители, первые одноклассники. С волнением они ждут первый урок. Уже не терпится сесть за парту. У многих на новую жизнь большие планы. Я смогу читать, писать и считать. Еще я буду умной в школе. Буду пятерки получать. В одном из самых больших учебных заведений города обучаются более тысячи детей. Первого сентября в 12-й школе торжественно открыт новый пристрой. Его начали возводить в 1995 году. Но на этапе сооружения коробки здания строительство приостановилось более чем на 15 лет. Работы на объекте возобновились в 2012. Теперь строительство полностью завершено. Сегодня самое современное, самое красивое здание. Площадь больше 5000 квадратных метров расплакнет свои двери. Это самый современный проект, в котором найдется место и для учебных классов, и для занятий творчеством, и для отдыха даже между уроками. В новом трехэтажном корпусе просторные классы, медицинские кабинеты, спальная комната, новый современный актовый зал. Все для того, чтобы у детей был простор для творчества и возможность отвлечься от школьных занятий. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Вика Бондарева на линейке уже не в первый раз. Теперь она ученица четвертого З-класса. Девочка с гордостью демонстрирует школьную форму. У нас форма нашего класса в розовом цвете. И, ну, как обычная парадная форма, жилетка, юбка, облузка белая, ну, колодки. И сменная обувь. Мальчики все серы, но пуговицы у них тоже такие красные. Родители первоклассник, говорят, переживают и волнуются больше своих детей. Мама говорит дочери, что знаний нужно добиваться, нужно стараться. Самое главное, чтобы было старание. Оценки это уже вторичные. В школу номер 41 «Гармония» в этом году зачислили 100 первоклассников. Директор школы Елена Толстова, как настоящий капитан корабля, приветствует малыша и их родителей, приглашая всех на импровизированную палубу. Сегодня 42-й раз школа открывает свои двери своим ученикам. Первое сентября. Такой чудесный праздник, который объединяет все поколения. Поколения бабушек и дедушек, пап и мам. И, конечно же, наших детишек, наших учеников. Попутного ветра и 7 футов под килем пожелали ребятам на торжественной линейке, после которой все отправились в свои классы. Грызть гранит науки. Мариана Мирная, Валерий Шаронин. События. Ну а теперь о первой общегородской линейке для первоклассников. По традиции в гости к маленьким самарцам приехали их ровесники из разных городов и сел области. О празднике для детей и взрослых. Марина Матвейшина. Первый А, первый Б и даже первый М. Сразу все первоклассники города собрались на общегородской линейке. Для каждого из них этот день особенный и волнительный. Меня мама разбудила вообще всеми часами. И первым делом мы приготовили форму, а потом уже причесывались. Ну костюм-то новый, портфель старый. Он правда старый, но мне нравится, нормальный. Новые формы, чистые тетради и интересные учебники. Настоящая школьная дружба, первая любовь и удивительные открытия впереди. Не меньше первоклассников к этому дню готовились взрослые. Мы волнуемся за них, переживаем. Мы старались все успеть, чтобы школы приняли малышей отремонтированными, подготовленными. И вы знаете, какое внимание сегодня уделяется вопросам образования. То, что удается сделать, все это становится возможно благодаря объединению усилий федеральной, региональной, местной власти. Сразу после звонка начались веселые уроки на свежем воздухе. Набережная Самары превратилась в интерактивную площадку, где и первоклассники, и их родители могли поучаствовать в увлекательных и познавательных играх. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов. События. В день знаний строевым шагом. 1 сентября в Самаре свои двери открыл первый в России кадетский корпус МВД. Набор 2014 года 100 учащихся. Будущие кадеты, а среди них не только самарцы, будут обучаться не только общеобразовательным предметам, но и азам военного дела. Торжественную линейку на плацу отстояла Анастасия Зубарева. Даже первый звонок по-военному отточен. В кадетском корпусе первый день знаний. Егор Волков поступил в четвертый извод. Давно мечтал стать полицейским. В память об отце, погибшем при исполнении служебных обязанностей. Почти армейский распорядок жизни Егора не пугает. Вот только родители, говорит, уже ждут домой. Они говорят, приезжай быстрее. На каникулы приезжай. На каникулы был я сдал. И я раз, что пришел сюда учиться. Звон колокольчика на этом первом сентября – только один из символов. Руководству кадетского корпуса торжественно передали собственное знамя. Вручается знамя. Намарского кадетского корпуса Министерства внутренних дел Российской Федерации. Разучить по нотам гимн страны или написать гимн кадетского корпуса – в музыкальном классе на каждой парте по синтезатору. Представители властей ценили, в каких условиях будут жить и учиться кадеты. Деньги на открытие корпуса направлены из федерального областного и городского бюджетов. Сюда же вложены средства МВД России. В чем уникальность объяснится? А, уникальность? Кроме того, что яркие краски, блокрасные стены. Нет, здесь содержание колоссальное. Используется самая современная техника. Больше половины новоявленных кадетов – дети из семи сотрудников МВД, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Верность традициям и строгое воспитание. Выпускники кадетского корпуса будут настоящими патриотами. В этом году строевую и общеобразовательную подготовку за партами в кадетском корпусе начнут изучать 100 ребят. В будущем их станет больше. Количество мест увеличится до 700. Лариса Шалафаст, Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События. Символ славы, чести, доблести и верности служебному долгу. Знамя главного управления МВД России по Самарской области вручили сотрудникам областной полиции. Новое знамя учреждено указом президента страны. На полотнище начертаны слова «служим России и служим закону». Торжественная церемония прошла на главной площади областной столицы. Маршем по которой прошли сотрудники полиции, ОМОНа, вне ведомственной охраны, кинологов, взводов конной полиции. Предыдущее знамя, которое было вручено региональному управлению внутренних дел 16 лет назад, теперь займет почетное место в музее МВД. История напоминает каждому сотруднику о героических традициях и священном долге беззаветного служения Отечеству. Призывает, не щадя своей крови и самой жизни, мужественно защищать интересы России, вести непримиримую борьбу с преступностью, оберегая мирный покой граждан. Сегодняшняя церемония без сомнения войдет в историю органов внутренних дел Самарской области. Хочу заверить, что мы выполним все задачи, поставленные руководством страны. С честью принесем по жизни высокое звание сотрудника органов внутренних дел. 75-летний юбилей отмечает в эти дни Советский район Самары. Это одна из самых больших и густонаселенных административных единиц города. А потому не случайно, что на праздновании юбилея чествовали и тех, кто сегодня охраняет на этой территории спокойствие и порядок. Репортаж Павла Баймакова. В центре внимания сегодня полицейские. На их плечи ежедневно ложится нелегкая задача обеспечения безопасности жителей района. Валентина Курлева прожила здесь больше 40 лет и почти 30 проработала в рядах советской милиции. Семь человек, ребят, затеяли драку, скандал. Я встала к ним в середину в форме сержанта и говорю, мальчики, ну бейте меня, сама улыбаюсь. Я говорю, вам гожусь и в сестры, и в матери, кого хотите бейте, но я вас прошу разойтись. Они разошлись, конечно. Опытом работы ветераны делятся и с молодым поколением. Ежедневно в Советском районе на службы заступают более 200 полицейских. На сегодняшний момент я считаю, что отдел полиции номер три у МВД России по городу Самаре – это, наверное, один из самых боеспособных, профессионально крепких коллективов нашего управления. Очень хорошие профессиональные сотрудники работают. С праздником полицейских и ветеранов МВД поздравил глава района. Эту должность Владимир Пархоменко занимает уже несколько лет. Сам живет в промышленном, но на работу каждый день ездит с удовольствием. Душой прикипел именно к Советскому району. И вот когда у меня был, так сказать, перерыв на других работах, я всегда меня тянуло именно в Советский район. И вот как бы мое вот это желание на самом деле сбылось. Я очень рад, что за вот эти вот годы, с 2010 года по сегодняшнее время, стали заметные изменения, положительные в районе. В ходе празднования Дня района сотрудников местного отдела полиции поощрили за отличную работу. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Около 40 тысяч человек собрал праздник в честь Дня микрорайона в Крутых Ключах. Спортивные соревнования и концертная программа. Самарцы совместили приятное с полезным. На торжестве побывал временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Николай Меркушкин. Крутые ключи. Так в 18 веке назывался хутор, который располагался на этом месте. Сейчас Крутые ключи – один из самых быстро развивающихся микрорайонов Самары. Здесь проживают более 40 тысяч человек. Есть спортплощадки, магазины, детский сад. Вскоре построят школу и поликлинику. День микрорайона отметили в лучших традициях здорового образа жизни. Взрослые дети сыграли в дворовый футбол. Играли со своими друзьями. У нас и команда называется «Друзья». В принципе, довольны вообще абсолютно всем. Вот по протяжении четырех лет, сколько я здесь живу. И ребята не дадут соврать, которые здесь тоже живут. Микрорайон очень хороший, чистый, аккуратный, добрый. Основные торжества развернулись у сцены. В качестве специально приглашенных гостей – музыканты из столицы. Все очень здорово, все классно. Большое спасибо за такое мероприятие. Дети радуются, нам тоже весело. Процветание и благополучие микрорайона пожелал временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Николай Меркушкин. Я вижу, сколько людей собралось. Нет у нас другого такого ни микрорайона, ни района, где бы так отмечали свой день, свой праздник и закладывали традиции, которые крайне нужны для того, чтобы мы были сплоченнее и любили свою малую родину, свой малый уголок, свои дома, свои улицы. Десятки тысяч человек собрались вместе на день микрорайона. Музыка звучала здесь до позднего вечера. Самарские археологи обнаружили крепость 18 века. Раскопки ученые Самарского государственного университета и Поволжской социально-гуманитарной академии проводили два года. В результате ученым удалось найти фрагменты старой крепости и целый культурный слой, датируемый в 18-19 веками. Только мы губернии стали и буквально вот целый, ну как бы сказать, нашли там россыпь, где вот появилась такая посуда с датой 1852-54. То есть появились сразу как в губернии, статус другой, видимо другие товары появились. Самарские археологи демонстрируют свои находки. Стеклянные сосуды, фрагменты посуды, целый культурный пласт, который может рассказать о жизни наших предков. Раскопки на месте предполагаемого расположения крепости проводили два года. Контрольное бурение на пробы грунта подтвердило, что здесь действительно остались фрагменты древней крепости. Она была построена при Петре I. Сейчас на объекте ведется расчистка сохранившихся деревянных конструкций. На месте археологических раскопок побывал глава города Дмитрий Азаров. Мэр отметил, крепость Петровских времен – подарок всем жителям Самары ко дню города. Абсолютное большинство самарцев все это время не зря высказывались за сохранение и восстановление исторической части города. Впереди ждет ответственный период принятия решений о дальнейшей судьбе памятника истории. Нам крайне важно, потому что планы-то есть, вы знаете, по реинновации и так далее. И, конечно, важно, рассматривая эти планы, уже понимать картину исторического наследия. Планируется, что найденные фрагменты крепости на время законсервируют, чтобы в следующем году продолжить раскопки на этом участке снова и восстановить территорию полностью. Лариса Шлафаст, События. Один из участков на проспекте Кирова теперь отвечает самым строгим требованиям транспортников. В районе пересечения Суэцей-Теннисной завершился ремонт подземного пешеходного тоннеля. Это первое масштабное обновление за 30 лет. На открытие объекта побывал наш корреспондент. Перейти дорогу в этом месте проспекта Кирова для пешеходов было целым приключением. Перебегать по зебре страшно, автомобили едут нескончаемым потоком. А в подземный переход даже заглядывать было опасно, не то что спускаться. Да вот здесь вот приходили, да. Старались вечером уже здесь не ходить. Опасно было ходить, света не было. Чуть-чуть темно уже боишься идти, потому что там встречают. Бывало даже 4 часа избивали людей. Сейчас подземный переход на проспекте Кирова. Пересечение с Теннисной переживает второе рождение. Если раньше люди даже заходить сюда боялись, то сегодня маршрут выбирают так, чтобы лишний раз по тоннелю пройтись. Очень тяжело переходить, потому что даже с коляской машины с большой скоростью ездят. Всегда переходили здесь темно, страшно, мокро, неприятно пахнет. Ну куда деваться ходили. А сегодня в магазин собрались, были в таком шоке, в таком восторге. И даже шаг замедлили пока шли. Было очень приятно. Переход был построен в 1984 году и с тех пор вот уже 30 лет ни разу не ремонтировался. За это время разрушился пол, обвалились перекрытия. Освещение вообще перестало функционировать. В начале июля в переходе начались работы. Хочется надеяться, что переход в каком виде мы сейчас видим его, чтобы он сохранится в таком состоянии, не будет он подвергаться нападениям вандалов, не будут разбиваться плафоны, не будут изрисовываться. Рабочие муниципального предприятия «Инженерные системы» работали в полную силу. Переход удалось открыть раньше срока, чтобы уже 1 сентября школьники могли пойти в школу по безопасной дороге, а их родители не боялись бы за своих чат. Павел Баймаков, Марина Матвейшина, Сергей Баскин. События. В Самаре завершился турнир лета в боксерских перчатках. В бесплатную секцию бокса тренеры принимали всех желающих. Проект стартовал в июле по инициативе Самарской городской думы, а закрыли сезон боксерских поединков финальным турниром на набережной. Бокс – это те же шахматы, только еще и физически развиваешься, говорит Алексей Христофоров. Усиленно заниматься спортом он начал 2 года назад. Все лето ходил на тренировки на набережную. Теперь принимает участие в финальном турнире. Он развивает меня, всесторонне развивает, как физически, морально, психологически, умственно. Спасибо боксу, что он мне дал психику такую, что я не боюсь ничего сейчас, могу выступать там, постоять за свою девушку. Бесплатно заниматься боксом с лучшими тренерами города все желающие могли в рамках проекта «Лето в боксерских перчатках». Второй год подряд на Самарской набережной на ринге встречаются лучшие спортсмены. В этом году боксерским приемом обучились более 500 мальчишек и девчонок. Реализация подобных проектов, она, безусловно, содействует тому, чтобы ребята приучались к здоровому образу жизни. Пусть из них не все станут великими спортсменами, великими боксерами. Главное, чтобы любой к здоровому образу жизни у них появилась и осталась на всю жизнь. На этом занятия не заканчиваются. После сегодняшнего закрытия все перейдем в залы, на зимние квартиры, как говорили раньше, и будет продолжаться там. Я надеюсь, что половина хотя бы из тех, кто прошел новичков, вернутся к нам в зал. Победители и призеры турнира получили медали и подарки от организаторов проекта. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Впереди вас еще ждут новости экономики. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. База данных обманутых дольщиков Самарской области будет доработана. Аукцион на выполнение работ по сопровождению, развитию и доработке системы и баз данных введения электронного реестра граждан обманутых дольщиков объявило Министерство строительства Самарской области. Стоимость контракта 799 тысяч рублей. Исполнитель должен автоматизировать процесс приема, оформления, обработки обращений граждан, скорректировать процесс формирования выгрузки информации из реестра для размещения на сайте Министерства, доработать аналитическую отчетность по данным реестра, обеспечить техническое сопровождение системы. Итоги аукциона станут известны 19 сентября. Количество вакансий на рынке труда в 3,5 раза превышает число безработных. Как и в предыдущие годы, в области перебор юристов и экономистов, а вот технических специалистов не хватает. Примерно в 70% случаев предприятиям, организациям области требуются рабочие. На служащих приходится 30% вакансий. Наибольшим спросом у работодателей пользуются слесари, операторы, машинисты, электромонтеры, токари и электрогазосварщики. Но есть спрос и на технорей с высшим образованием. Как правило, речь идет об инженерах-проектировщиках, инженерах-технологах, конструкторах и инженерах по проектно-сметной документации. Мэрия Самары объявила аукцион на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города. Работы должны быть выполнены до 20 декабря. Максимальная цена контракта – 10 миллионов 300 тысяч рублей. Подрядчик обязан обеспечить сохранность демонтированных объектов. Вместе с комплектующими конструкция должна храниться отдельно от других и иметь обозначения, в которых указывается вид, дата и место ее демонтажа. Площадь рекламы носителя и владелец, в случае, если он известен. Итоги аукциона будут подведены 5 сентября. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте! Вы смотрите «Самарские новости спорта» Сергея Кизоркина. Самарские ветераны легкой атлетики завоевали 8 медалей чемпионата Европы. Крылья Советов начали борьбу за Кубок России. Крылья Советов вышли в одну 16-е финала Кубка России. В матче на выезде с Астрахани у Самарский клуб разгромил соперника 4-1. В следующем круге соревнований Крылья ждет команда «Премьер-леги». Потенциальные кандидаты – Рубин, Амкар, Урал или Терек. Встреча состоится 24 или 25 сентября, среда-четверг на стадионе «Металлург». А ближайшая игра Советов намечена в чемпионате России в ближайшее воскресенье. В Самару приедет Калининградская Балтика. В турецком «Измире» на чемпионате континента по легкой атлетике «Самарская копилка» пополнилась еще тремя медалями. Всего ветераны спорта добыли одну золотую, три серебряных и четыре бронзовых медали. В последний день соревнований 70-летний Анатолий Онучин занял третье место в беге на 800 метров. 40-летний Павел Бубнов в спринтерской эстафете 4 по 100 взял серебро. Россияне уступили только британцам. Игорь Агишев с товарищами по команде на марафонской дистанции стал вице-чемпионом Европы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин